Девочки, всем огромный привет! Это Женя. Очень рада вас видеть на своем канале. И сегодня будет рубрика, которую я уже давным-давно не записывала. Это разговор по душам. Вы просили, запрашивали всякие различные темы. И сегодня я решила остановиться на такой теме, как смысл жизни. Как видите, кстати, сегодня я не сижу, а стою. Решила как бы так помять свои косточки. И вам того же желаю быть как можно больше активнее. Если можете, поднимайтесь по лесенкам, ходите пешком как можно больше. Потому что наша лимфосистема так лучше работает. И мы помогаем своему организму бороться с болячками и быть сильнее. Но сегодня не об этом. Сегодняшняя наша тема будет о смысле жизни. И это такой, знаете, философский вопрос. Потому что я считаю, что одного ответа на него нет. Но если мы вот так вот хорошо призадумаемся, то для чего мы пришли в эту жизнь? Я думаю, что мы пришли в эту жизнь, ну, всяко не для того, чтобы только пахать и быть дома. А также наслаждаться этой жизнью, нести какое-то добро в этот мир. И идти какой-то к своей цели, к своему предназначению. Но именно в хорошем смысле этого слова. Вот мы такие существа, что если у нас чего-то заберешь, на что мы не обращали внимания в повседневной жизни. Например, если мы два дня не кушали, то самое главное в нашей жизни будет еда. Мы будем только думать о ней. И когда побыстрее уже сядем за стол и покушаем. Если мы хотим, например, в туалет, то тоже мы не будем ни о чем думать. Наш мозг будет постоянно целенаправленно говорить нам, сходи в туалет, сходи в туалет, сходи в туалет. И если, например, нас уволили с работы, то нам кажется, что вообще весь мир крутится только вокруг этого. И мы не видим красоту и прелесть настоящей жизни. К чему я веду? К тому, что иногда мы концентрируем свое внимание на каких-то мелочах, которые на самом деле не приносят нам как таковую пользу и как таковое счастье. То есть мы постоянно думаем о чем-то определенном, несмотря на всю картину этой жизни, на все те прекрасные вещи, которые жизнь нам может предложить. На самом деле, с самого детства наши родители и наша окружающая среда, они как бы нам внушают, что мы должны выбрать какую-то профессию, которая принесет нам деньги в будущем. Правильно? Чтобы мы зарабатывали, чтобы мы могли прожить, что вот это вот прям самое-самое главное. Но никто почему-то не смотрит и не внушает детям на то, что нужно самовыражаться, а где наши желания, а где наше предназначение. Ведь если мы выбираем ту или иную профессию, она должна в любом случае нести в нашу жизнь какое-то удовольствие, понимаете, какое-то предназначение. Ту профессию, которую мы выбрали целенаправленно, не для того, чтобы заработать на жизнь, а потому что мы реально хотим заниматься этой профессией. То есть, когда мы проживаем, ну я надеюсь, очень хорошую и длинную жизнь, то в любом случае, когда нам уже под 50, под 60, а иногда даже и раньше, мы начинаем смотреть назад и думать, окей, а что мы сделали в этой жизни? Как мы реализовались, вообще мы путешествовали, чем мы занимались в этой жизни, кроме того, как мы приходили с работы, которую мы не любим, приходили домой, готовки и вот так вот постоянно, да, какой-то один день у нас есть выходных. Но, в принципе, мы не наслаждаемся этой жизнью. И даже если мы были на такой хорошей, высокооплачиваемой работе и купили, я не знаю, себе дом, машину, но это еще не значит, что мы будем счастливыми людьми, понимаете. То есть, мы можем прийти к определенному возрасту, вроде как деньги у нас есть, а уже здоровья и сил, чтобы что-либо сделать для себя, у нас нет. И тогда мы превращаемся в каких-то таких вот злых стариков, которые сидят на лавочке и думают, боже мой, да, эта жизнь вообще коту под хвост. Если мы посмотрим, знаете, вот раньше на мышление наших родителей, да, то вот это приоритет был выучиться на врача. Я, конечно же, не говорю, что это плохо, выучиться на врача, это прекрасно. Если вы сами этого хотите, если вам интересна физиология организма, если вам интересны различные процессы в организме, если вы хотите помогать людям и, я не знаю, делать какие-то операции, то это прекрасно. Но если это выбрали вы, если же мы посмотрим на наш современный мир, да, то, например, какие профессии востребованы, то это, наверное, будет программист, да, или, там, например, адвокат. Опять-таки, те профессии, которые мы считаем, что принесут в нашу жизнь возможность зарабатывать деньги, но они возможны для того, чтобы быть счастливым человеком. А как мы уже сказали, это не все. Где наше самовыражение, где наши желания, где наше предназначение. Когда мы идем по нашему предназначению, то как будто бы вся вселенная, она помогает для того, чтобы это случилось, для того, чтобы мы были счастливым человеком, понимаете. Это вот мы должны жить в гармонии с природой, так, как она нас создала. Быть такими, какими природа нас создала. Вот даже если, например, я хочу вам дать такой пример, да, если мы повешаем какую-то люстру в зале, например, но мы ее не будем вешать именно ровно, так, как она должна висеть, да, а повешаем ее как-то криво, то, с одной стороны, свет может падать именно прям нам в глаза, и нам будет это некомфортно и неудобно. Если мы в другую сторону эту люстру повернем, то свет будет вообще тусклый, ничего не будет видно. Но если мы эту люстру повесим или повешаем, уж скажите мне, как правильно, именно в середину, там, где она должна быть, то тогда этот свет будет распространяться так, как нам это приятно, так, как это должно быть гармонично, понимаете. Поэтому тоже самое природа. А мы в постоянной погоне за деньгами, да, мы хотим больше дом, потом мы хотим подороже машину, потом мы хотим еще там какой-то сумасшедший курорт. То есть постоянно мы хотим больше и больше гнаться за деньгами, больше и больше зарабатывать, рассчитывая на то, что это принесет нам счастье в жизнь. Но на самом деле, когда у нас нет здоровья, то никакие деньги не спасут наше душевное спокойствие, наше счастье. Да, можно выбрать какого-то врача, можно заплатить за какую-то дорогую операцию, но в любом случае это не дает вам 100% того, что вы будете счастливы по жизни. А наоборот, когда у вас будет больше дом, тогда у вас будет больше ответственности, тогда вы должны работать еще тяжелее, тогда вы уже меньше сможете выйти в какой-то отпуск, да, в какое-то путешествие, потому что вам постоянно нужно это все поддерживать. И заметьте, что многие люди в мире, даже те люди, которые самые богатые, которые не смогли, их деньги не помогли им для того, чтобы вылечиться от каких-то тяжелых болезней, или, например, те же актеры, которых, да, есть вроде как все, они красивые, они знамениты во всем мире, у них много денег, они реально могут купить себе все, кроме счастья. И даже многие из них кончают жизнь самоубийством. Поэтому мы должны постоянно прислушиваться к вот этой вот гармонии нашего тела, к нашим желаниям, к тому, что мы действительно хотим сделать в этой жизни. И вот не зря люди, которые болеют раком, да, или какими-то другими заболеваниями тяжелыми, они переосматривают свою жизнь, они понимают, что они жили неправильно, они понимают, что в конце-то концов они наконец-то хотят заняться чем-то, что им нравится, рисовать, заниматься йогой, читать какие-то книги, просто выезжать на природу. То есть это такие простые вещи, которые не всегда зависят, а сколько денег у вас есть в кармане, понимаете? Потому что душевное спокойствие – это какая-то гармония с нашим мозгом, с нашим телом и с тем, что мы встаем утром, и мы рады заниматься тем, что мы любим. Девочки, конечно же, я не хочу вам сказать, что деньги – это вообще не важно в нашей жизни. Понятно, что особенно в современном мире, когда нам хочется всего, и постоянно рекламы нам навязывают иногда то, что нам и не нужно, понятно, что нам нужны деньги. Но просто что я хочу сказать, что это не приоритет, не самая главная цель в жизни для того, чтобы выбрать какую-то профессию и заработать кучу бабок, понимаете? Приоритеты должны быть другие. Не зря говорят, что только в здоровом теле будет здоровая душа, и наоборот. Вот. Здоровая душа может быть только в здоровом теле. Потому что если вот здесь вот у нас будет нехорошо, то уже ничего нас не спасет. Поэтому, конечно, нужно стремиться. Нужно выбирать профессию, которую вы любите. Но чтобы это не было вот прямо на первом месте. Сколько я заработаю? И заработать как можно больше. Я думаю, что вы меня поняли. И мы постоянно как бы делаем такую ошибку, что мы сравниваем себя с кем-то другим. Вот у него есть это, и я хочу. Вот у него есть то, и я хочу. А я могу сказать, что да, у меня нет кучи денег, и у меня нет Мерседеса. Но все равно я занимаюсь своим любимым делом. Я помогаю вам, я помогаю... Я занимаюсь волонтерством также в Израиле. Я записываю видео на свой канал. Хотя для меня реально это берет очень много усилий. Но из-за того, что я это люблю, мне также приносит это удовольствие. И какую-то цель в эту жизнь, какую-то цель помочь кому-то сделать что-то хорошее. И поэтому, когда я встаю утром и думаю о вас, думаю о других девушках, и вообще, что хорошего я могу принести в этот мир, то меня именно это делает счастливым человеком. С другой стороны, если бы я, например, у меня была сейчас куча денег, да, и не было бы никакой цели, ну хорошо, погуляла бы я по миру. Я не знаю, была бы я в самой красивой квартире, в самом красивом доме. И в конце концов, я бы хотела чем-то заниматься, понимаете? Поэтому вот это вот предназначение, оно по жизни нам очень-очень важно. Хотела бы также дать вам примеры своей собственной жизни. Когда я приехала в Израиль, и даже до того, как я приехала в Израиль, я всегда знала, что я хочу заниматься чем-то интересным, чем-то творческим. Я постоянно писала стихи, то есть еще когда я была совсем маленькая. Поэтому я думала, наверное, что моя мечта будет либо стать журналистом, либо выступать где-то в театре. И во всех вообще, в театральной я постоянно выступала, и в школе я выступала, и чем я только не занималась. Все, что связано с искусством, я очень-очень любила. Я понимала, что это мое предназначение, и это то, что мне приносит кайф, и чем бы я хотела заниматься в будущем. Но так как я из другой совершенно семьи, то есть бабушка у меня врач, мама у меня занимается, работала в налоговой инспекции, то есть у меня как бы слишком много вариантов не было, не было людей, которые бы меня могли поддержать. И поэтому, когда я приехала в Израиль, хотела учить актерское мастерство, то мне мама сказала, что типа это несерьезно, и я не смогу этим зарабатывать на жизнь, и вроде как она не будет помогать мне оплачивать это учение. Я, конечно, поначалу расстроилась, и пошла учиться на менеджмент, по-моему, я не знаю, как это на русском сказать, это как типа реклама, менеджер рекламы, короче, вы поняли. Но я как будто бы чувствовала, что я все равно не делаю то, что мне нравится, как будто бы я проживаю эту жизнь впустую, и если я буду заниматься тем, чем я люблю, то у меня будет и мотивация даже на это заработать. То есть я помню, что я пошла на такие курсы, я сама их оплачивала, и даже была в театре выступала, и тогда я была таким счастливым человеком, и мне было совершенно пофиг, сколько мне за это платят, но зато я выходила на эту сцену, и я просто этим горела. Это для меня было просто самое огромное счастье. Поэтому даже когда у вас вроде как нет денег, чтобы записаться на какие-то курсы, то когда вы сильно это хотите, то вы все равно найдете дорогу для того, чтобы воплотить эти желания в реальность. И тогда вы будете чувствовать себя просто офигительно. Когда я начала заниматься модельным, тоже меня никто не поддерживал, тоже мне говорили, что вообще это ерунда, и это профессия временная. Да, даже если это профессия временная, ну почему бы мне ей не заниматься временно, если в какой-то период, там, я не знаю, в 5 лет в своей жизни я могу быть такой счастливой. Поэтому тоже я никого не слушала, и тоже я добилась много чего только своим, потому что у меня была вот эта мотивация, да, у меня была каризма, и я знала, что я лучше попробую. Пусть у меня это не получится, но зато я попробовала. И я не буду, не найду себя там 40 лет, да, и буду думать, окей, если бы я это сделала, то где бы я была, может быть, я могла бы что-то попробовать, и у меня бы это получилось. Поэтому вот что самое страшное, что не всегда ты можешь изменить ситуацию. То есть жизнь проходит очень быстро, и иногда нам кажется, что у нас еще есть очень много времени. Поэтому я бы вам советовала не тянуть, а уже сегодня задуматься над тем, чем вы любите заниматься, что вам сделает лучше, и пересмотреть это все. И, кстати, очень часто у нас, у женщин есть такое качество, чтобы себя вот прямо отдавать, да, семье, жертвовать собой ради детей, ради всех. Но на самом деле, надо же, чтобы кто-то пожертвовал и ради нас, правильно? Надо, чтобы мы любили себя тоже и прислушивались к себе. Потому что жить, жизнь впустую, только для того, чтобы работать и быть дома, ну, это просто жалко. Жизнь наша, она предлагает нам очень много, но мы просто должны это увидеть, мы просто должны остановиться и посмотреть на себя со стороны, вспомнить себя в детстве, вспомнить, что мы любили и что нам приносит удовольствие. Ну, я думаю, что, наверное, это все, девочки. Обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу, напишите, если вам нравится такое видео. Подписывайтесь обязательно на меня в Инстаграме. И я вам всем желаю, чтобы у вас всегда было в жизни очень много счастья, здоровья и чтобы вы просыпались утром и у вас была такая цель, которая делает вас счастливыми. Я очень вас люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!